Так, вторая часть, это фейхи, хоть она вот вера, фейх, но её, ну, я её лично называю фейхи часто, about me, про меня. Сейчас я вам переведу. Я очень грациозная танцовщица, вот как лебедь, я как чита, это гепард, как гепард, быстро, вот и смелая, и смелая. Я так люблю животных, так же, как моя добрая, вот сует сладкая и добрая семья любит меня. Мои голубые глаза, как lightning, как молния, идут from storm clouds, штормовые вот облака во время бури. Мои волосы цвета beachy sand, морского песка, вот такой жёлтенький, да. И такие мягкие, мягкие, нежные, как сатин, как вот, как бархат или сейтин, сейтин, как сатиновые вот такие вот мигусенькие, как материал сатиновый. I'm protecting, protective like a motherlime, я защищаю, вот как мама львица, защитница. И я такая добрая и thoughtful, это вот thoughtful, думающая, вот заботящаяся о других, как вот дельфин. I'm adventurous like a painter. Я люблю всякие приключения, вот как пантера ищет вот свою еду, чтобы вот, чтобы не быть голодной. И я как кошка, crazy, lazy and funny, вот такая вот, немножко сумасшедшинкой, ленивенкой и вот смешная. I absolutely adore fuzzy hyper puppies. Я абсолютно, вот я очень люблю такие вот пушистых, шумных, hyper, вот энергичных щенков. Вот, вот в таком плане вот стишки. Еще один стишок, например, вот лютеранская элементарная школа из Бруклина, 9 лет. I like to play with my friends and family. I like to draw. I am fun to play with. I am kind. I like to play video games. And I like art sketching. And I like to draw. And I am fun to play with. Я люблю играть с моими друзьями и семьей. Я люблю рисовать. И со мной интересно играть. И я добрая. И я люблю играть в виде... Это мальчик, Everett. И я люблю... Я добрый, я люблю... В виде I am kind. Здесь только вот по имени можно изменить. Я добрая или добрый. I am kind. Это зависимости. Вот, в стихе непонятно. Если нету подписи, так непонятно. Можно и девочке, и мальчику. Вот, кто писал, автор. Вот, в таком плане. Я хочу вам, Дженнифер, стих. Знаете, стих называется French. Вот, смотрите. Все. Me или about me. Все. Все. About me. A talented human. Me on me. I am a... My name is Reed. I am animal lover. Happy. This is me. Me, this is me. А у Дженнифер стих называется Дружба. Friendship. I want to thank you, but I am unable to explain what it means to have you as a friend, to share lives up and downs, to share smiles and love together, to spend every day with each other. And to this day, I thank you for being the sun in my cloudy days. I hope that you will be a part of the next chapter of my life. But if not, you always have a special place in my heart. Always and forever. Дженнифер Мартелл, 11 лет. Я вам переведу. Это потрясающе, потому что, вы знаете, я... Ой, мне лет... Сколько мне было? Мне лет было 15-16, и я увидела фильм Софи Лорен. Я ведь из СССР родилась, и любимое занятие было фильмы смотреть, ну, в кино бегать. Фильмы были в основном итальянские и французские. И один из фильмов, я не могу до сих пор вспомнить название этого фильма, но, в общем, Софи Лорен там в главной роли, и у неё единственная дочка. И вот она родила эту дочку, и не было вот у неё, я так запомнила, у неё не было мужа. И, знаете, она её воспитала, вот она говорит, я тебя всему научу. Я тебя всему научу, вот всё вот, что я выучила в жизни прекрасного, я тебя всему научу этому. И как вот, и одеваться как красиво, и краситься, и, знаете, и как читать хорошие книги, и выбирать как прекрасное, и видеть прекрасное вот в природе. То есть она, знаете, вот это очень связано, вот то, что я сейчас говорю, с вот Шекспиром, то, что я не могла вспомнить тот стих, а он сонетом оказался, он казался сонетом. И вторым, правильно? Вторым. Сонет номер два Шекспира. И вчера мне Дженнифер говорит, мама, у нас есть вот из Шекспира пьесы. Я говорю, да, доченька, потому что она увидела вот книгу Шекспира, а у меня двухтомник. И там вот так по-взрослому такие вот маленькие буквы. Я говорю, я тебе больше скажу, у меня есть большая книга я принесла, которая вот когда человек хочет, там всё рассказывается именно о пьесах Шекспира, с этими вот картинками, прекрасная книга. И вот ей сейчас 11, я ей принесла, чтобы она вот посмотрела, потому что вот смотрите, когда я вводила в мир балета, я ей купила книги балета, о балете. И вот Адет, Адет, вот смотрите, Адет, она знает, что такое Адет? Это имя вот из Лебединого озера, она знает, она эти имена знает, она понимает, о чём это говорится. И у меня книги есть, и я вводила вот на настоящий спектакль, чтобы оно, то есть если это зерно вот есть, оно в какое-то время вот даст вот эти плоды. То есть если вот это её дерево, да, вот её все родственники, это корни, и она вот знаете, вот как зелёненькая, да, вначале такая слабенькая, вот для этого родители нужны, чтобы подержать пока там и подпирать, допустим, если какой-то ветер, чтобы рядышком было, когда она входит вот в тяжёлую, ну знаете, вот в эту жизнь. Потому что я и говорю, жизнь тяжёлая, но прекрасная. И я вот, если я, Господь мне ещё разрешил вот быть рядышком, я помогу тебе, ты прибеги. Вот я мечтаю, чтобы ты меня называла вот лучшим другом. Я не буду осуждать, это твой путь, вот это твоё дерево, ты абсолютно отдельный вот ты человечек. Ну просто, смотрите, поразительно, что вот у неё стих не о себе, а о дружбе. Что я хочу тебя поблагодарить, что я не могу даже выразить свои эмоции и все чувства, как, что для меня значит иметь себя вот как друга, чтобы делиться всеми вот подъёмами и спадами в жизни. Life's up and downs – это именно то, что стоит у моего старшего сына, когда он женился на Валюше, что он счастлив найти человека, с которым можно делить все life's ups and downs. Up and downs. Вы посмотрите, то есть у меня старший сын уже партнёра нашёл, партнёра, подругу, друга, матерь, ребёнка, детей своих. Потому что я столько стихов перечитала, что я, смотрите, вот когда я сталкивалась с жизнью, как я выбирала людей, я сразу первая мысль была, хотела бы ли я видеть детей своих, вот знаете, вот иметь с этим человеком. Да, иначе бы и вообще не стоит, не стоит и огород городить, не стоит и драться. И его, да, даже лёчий, который меня кинул, тот львот с Вильнюса, конечно, я бы хотела, мечтала бы иметь, знаете, много детей с ним, и с Генкой, его биологическим отцом. И вот я думала, они друзья, они предатели, я и детей хотела, и всё. И даже с Мажуга его, да, ставишь всё на кон, а получаешь, знаете, разбитое сердце. И вот в таком плане, что недаром, конечно, всё происходит недаром. И вот смотрите, to share smiles and loves together, чтобы делить, причём здесь вообще деньги в жизни, вот оно. А у меня сейчас, знаете что, мой муж говорит только о деньгах. Я говорю, жизнь во всём, все подъёмы и спады жизни вместе. Чтобы to spend every day with each other, чтобы каждый день провести вместе. И чтобы вот ты, как солнце в моей жизни, вот в этих пасмурных днях. И я надеюсь, что ты будешь частью моей следующей, части моей жизни. Next chapter, следующей главы. Но если нет, если так не случится, ты всегда будешь частью моей жизни. У тебя будет a special place in my heart. Always and forever. Навсегда! Это поразительно, это поразительно. Вот этот стих, да, это как будто я, вот, ведь ребёнок, это тоже часть меня, когда я говорю, ой, я узнаю в тебе, вот, доча, я узнаю в тебе это. Она, знаете, вот такая вот, сразу такой фонтан, типа эмоций такой, нет, я не ты. Я понимаю, она абсолютно отдельная личность. Абсолютно отдельная личность, и это настолько прекрасно. Я поражена, я настолько благодарна Господу, я заплатила за эту книгу, она дорого стоила, где там долларов 40-50, но это счастье, это счастье. А знаете что, мой муж понятия не имеет, он всё знает ночью. 90% знает о Данииле, понятия не имеет о дочери. Вот, вообще не понимает, не уважает, ну, он любит её, но он вообще об этом, вообще, вообще, он так далёк об этом. Потому что, прежде всего, я говорю, это уважать как друга. Как друга. У него этого не было. Не было. А он у меня старше на 13 лет. 13. Как так? У меня есть? Ей маленькая девочка. У него нету. Поразительно. Поразительно.